у нас сегодня будет с вами мастер-класс по системе станиславского кто-нибудь что нибудь об этом слышал знает не верю отлично что еще вот представляете школа переживания правильно что еще кто еще что слышал образы так ну полу на полу для образов не обязательно не поваляешься не получше образ ну вот до того как станиславский создал свою систему театр же тоже собственно существовал до был малый театр было огромное количество разных других театров и вообще театральная культура в россии очень богатая и до станиславского театральная культура в основном была сосредоточена в семейных театрах то же самое допустим императорский театр или те театры которые были во дворянских усадьбах вот если кто-нибудь из вас был в каких-то поездках а вот в этих когда вот усадьбы там всегда такие были площади и очень часто вы допустим в моей любимой карабихе в усадьбе некрасова там очень большая территория и и речка и деревья то есть там очень все красиво и как раз на природе вот и устраивались эти театры то зрители как на пикник приходили на лужайку рассаживались а внизу там что-то для них или дети или родственники ну как правило вот они что-то разыгрывали и разыгрывали они ну вот как они чувствовали вот как они думали что вот это будет правильно действовали хаотично как не знаю там мы тоже можем что-то начать готовить да может получится если это может не получится оказывается яйца нужно разбивать прежде чем положить на сковородку мы не знали ну то есть это может быть это могли быть разные спектакли и вот константин сергеевич имея совершенно такой наверное специальный склад ума который в него бог вложил он понял что слушать у нас же быть технология у любого дела должно быть вот если ты делаешь вот так будьте хорошо вот так вот но она не получится а как а как можно создать эту систему и эту технологию на что опираться величайшие пианисты когда их спрашивают в чем искусство вот вы так виртуозно играете я не помню кому точно принадлежит эта фраза возможно рахманин его или рубинштейна вот их спросили почему вот вы так вы так играете в чем сформулируйте суть вашего искусства и великий пианист ответил что искусство игры на фортепиано заключается в том чтобы в нужную секунду по нужной клавиши и перефразируя это и переведя на наш театральный язык можно сказать что искусство игры актера заключается в том что в нужную секунду дать нужную эмоцию потому что вот наш рояль или труба или орган все что угодно мы можем вот это наш инструмент и когда допустим дети хотят поступать в театральный вуз вот если кто-то тут из из родителей есть кто значит у кого есть такие проблемы скажем так если ребенок хочет стать актером эта проблема надо ему сделать невозможность чтобы он перехотел это как человека в тоже был не пиши не пиши не пиши бей себя по пальцам но если уж не смотря что пишешь ну ладно будет писателем вот актер на то же самое то есть нужно понимать что твое тело становится твоим инструментом ты можешь худеть толстеть и бриться наголо и перекрашиваться мужчины тоже могут вспомните фильм бешеный бык с робертом де ниро где он играл вот этого известного боксера мирового чемпиона и он в течение фильма то был на 30 килограмм больше на 30 килограмм меньше то есть это инструмент и вы должны быть готовы им манипулировать так вот возвращаясь к системе станиславского нам нужно для этого понять из чего же состоят как вот эти наши эмоции которые которые мы должны дать в нужную секунду и тогда он в общем-то со своим коллективом единомышленников развернул такую экспериментальную площадку и спустя много-много лет в общем-то эта система она родилась конечно же экспериментальным образом вот сегодня мы познакомимся с небольшой частью этой системы еще вот хочу сказать такую важную штуку весь мир знает про систему периодических элементов дмитрий ивановича менделеева хотя кстати говоря в европейских учебниках по химии написано что это просто система химических элементов там о менделееве не упоминается наверное для европейцев она вот просто родилась такая какая она есть вот материализовалась кем не важно они не упоминают наших ученых так вот можно в каком-то смысле сравнить систему саниславского системой менделеева потому что опять таки все четко ясно понятно если это ты совмещаешь вот с этим то будет вот это как вы уже только что сами сказали есть этюдный метод чем хороший чудный метод кто-нибудь из вас играет на какой музыкальном инструменте круто так вот если вы учились музыкальной школе это наверняка играли этюды и здесь та же самая история то есть только во время этюдов ты можешь отточить свою технику а также проработать вот пока бы прочувствовать это насколько была твоя эмоция подлинный отсюда и великой станиславского верю то есть если допустим вот у меня лежит телефон но я сейчас с помощью своего воображения представлю себе что это не телефон а что что мы представим сковородка чайник пусть это будет лягушка противный в бородавках такая такая лягушка а мне нужно ее не за этом куда-то переместить и вот я сейчас должна взять это так чтобы вы поняли что это лягушку вы ее прямо увидели сейчас она не прыгла она спит вот я не знаю верю или не верю это очень-очень маленький этюд когда актеры абитуриенты театральных вузов только поступают самый такой первый раздел который они изучают называется память физических действий вы наверняка видели пантомимы когда актер на сцене что-нибудь делать в руках у него нет предметов а он может готовить себе завтрак или там гладить одежду или что-то в этом роде вот я предлагаю нам сейчас с вами попробовать это сделать что это может быть предлагаем что мы можем вот сейчас такую коротенькую такую маленькая сделать на память физических действий а давайте вы будете завязывать шнурки вот пожалуйста стул доброволец сейчас сядет на этот стул и будет обувать кроссовок как удобно можно разуться да ну мы но мы должны представить что нога конечно же голая да кто хочет высказаться не торопитесь не торопитесь это вы если это вы только это начало что что вот мы давайте не будем торопиться вот допустим вот перед нами стоит кроссовок да мы должны четко понять какого он размера и наши руки должны этот размер передавать вот допустим он вот такого размера да вот и вот у него соответственно посередине вот это вот эта штука да где шнурки значит вот так может вот так вот взять опять там сила сопротивления есть да потом поправить язычок к примеру да потом взять вот его а нет вот я наверное уже сместила границы да ну допустим так вот поставить вот я неправильно поставила вы пропустили я сейчас поставил его я да я поставила на вас а теперь давайте вы себя снимите нет 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 где он подождите вот смотрите вот у вас вот эта часть сейчас стоит вот здесь соответственно вот у вас вот так он стоит поставьте его мне надо сюда поставить да ну наверное а что вообще будто вот это вот это что что сделали но он же сверху стоит ну так берите его где какой у размер ну так и вы его соблюдаете нет тут уже его нос стоит это он такой тяжелый сколько уж он весит ваш кроссовок ну хорошо но вы прям вот так вот кроссовок ставите обычно ну так смахните это калоши или кроссовок размер так дальше вот тут его пятка оказалась да соответственно вот тут дырка дальше да вы что прям вот так вот в него и нормально воображение актер если у актер нет воображения он не сможет владеть этой профессии ну вы же знаете вот у вас нога то большая до дырка то маленькая но вы туда как бы вот войдите хорошо хорошо нет ну большое спасибо потому что вы были первой и вот мы как раз на ваших ошибках поняли насколько это коварная штука зритель все видит если вам кажется что ничего страшного адрин ну конечно так уж мы и поверили не верю скажет зритель и все поставить двойку присаживаться свое место кто следующий будет надевать кроссовок хорошо и тюдов сегодня хватит всем потому что это всего лишь первый самый начальный раздел это даже не тюд это упражнение любую ногу это не принципа хотите третью какую-нибудь а у нас другой кроссовок у нас другой размер потом тут был белый это черный я поверила только на этапе узла сам кроссовок я не увидела вы в него не влезли то есть у вас сейчас руки работали а нога еще не работал давайте включаете ногу нога тоже должна увидеть кроссовок попробуйте еще раз все как будто бы ничего не было заново вы потеряли все размеры вот отсюда фраза пошла берегов не вижу то есть он у вас он у вас он он в руки все равно должны быть очень четкие то есть для того чтобы передать вот его ну вот четкие очертания да мы живот и наша рука она никуда не ну вот она вот такая на него я не могу так взять туфель да вот только так не обязательно вот мы живут ну да двумя руками скажет что он такой очень тяжелый может быть это утюг а не кроссовок размер язычка сейчас вот он очень высокий у вас получился язычок отлично значит на вашем кроссовке высокий язычок хорошо не то что высокий а я его побольше растягиваю повыше но он не может повыше если он небольшой вы можете вот как бы папа больше его раскрыть но в размерах он нет тогда не вырастет ну что как вы считаете какую оценку мы поставим вот запомнили да как называется это упражнение память физических действий для того чтобы оно получилось необходимо может быть было бы в начале взять реальный кроссовок вот просто его изучить и изучить положение своих рук попробовать сознательно туда да вот вставить ногу и вот это все прочувствовать может быть сделать так очень много раз для того чтобы у наших рук и ног вот эта память возникла и только по потом пробовать это делать уже без предмета и вот эта память физических действий она совершенно потрясающая если родители ей овладеет то могут показывать своим детям спектакли когда угодно даже самой большой пробки давки и так далее я предлагаю сейчас идти дальше раз вот это упражнение мы же сегодня только знакомиться да чтоб нас хватило на все времени для того чтобы мы научились играть роли других людей станиславский предлагает начале познать самую себя поэтому главный раздел первого курса кстати говоря вот я закончила высшее театральное училище имени щукина то есть раньше она так называлась сейчас это института не борис щукина и вот как раз наша школа она очень последовательно обучает своих студентов по системе станиславска первые полтора года и только во втором полугодии на втором курсе начинаются этюды с педагогами уже уже как бы какой-то берется именно литературный материал драматургический материал а до этого только элементы системы целые полтора года такой же практике придерживается и школа студия мхат а вот другие вузы там уже как мастер курса решит то есть других вузах нет вот это преемственности поколений нет вот этой школы только вот в двух вузах она нас есть да поэтому наша школа она не только самая лучшая для нас она еще получает вот не помню сколько лет назад получила премию как лучшая театральная школа мира ну конечно каждый год наверное это вручается и и другим школам но вот у щукинского института есть такая награда это конечно очень почетно главный первый раздел называется я в предлагаемых обстоятельствах и здесь скажу вам новую цитату вот когда вы начали задам вопрос когда вы видите перед собой талантливый допустим и смотрите спектакль смотрите фильм вот одному вы актеру как-то вот верите он вас за собой ведет а другому не верите как вы думаете от чего это зависит да вот именно это чувство не очень много зависит то есть эмоции то может быть выдает но может быть ну как-то не вовремя да или как-то не очень ярко не очень чувствительно это у него эмоции получается вот отсюда значит следующее наблюдение степень талантливости актера определяется степенью его погружения в предлагаемое обстоятельство вот совершенно верно вот именно сейчас вот в первом главном разделе я в предлагаемых обстоятельствах мы будем изучать уже элементы вот этого большого раздела какой я мне нужно сейчас овладеть всеми своими чувствами запомнили да повторите степень талантливости актера определяется степень его погружения в предлагаемые обстоятельства и вот эта фраза вам может помочь вашей обычной жизни я как-то однажды делала этот мастер-класс для бизнесменов и для них это прям и ему-то очень понравилось потому что как люди бизнеса да не каждый день сталкиваются с тем что им нужно делать какую-то хорошую мину при плохой игре там или что-то в этом роде и вот им это очень понравилось но это наверное подойдет в общем-то всем нам тоже допустим при встрече с гаишником если вы нарушили там чего-то вы должны быстро сочинить некую историю и так в нее поверить чтобы он вам еще и приплатил только чтобы у вас все было хорошо первые у нас будет этюд я в предлагаемых обстоятельствах касающиеся понимания времени возьмем допустим время суток вот сейчас у нас жара утро день а ну утро жара утро и помещение а мы сейчас вам представим что это не то что я перечислила а ночь пусть будет ну допустим осень ну ладно уж пусть будет осень но ночью она тоже не очень да и мы заблудились слабо ночь лес осень вы заблудились испытуемый кто кто желает побродить по осеннему лесу да тьма кромешная это как раз вот тот час когда вот не видно ни одной звезды блуждал да да вот 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 только что вот как вас зовут вот только что жене вышла и из-за большого дерева вот мы ее только что увидели она тут блуждает уже два часа вот а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Вы не знаете, куда вы сейчас наступите. Там какая-нибудь коряга или бревно, ну, как, я не знаю, там, какие-то заросли. То есть вы сейчас этого не увидели. Но смотрите, самое главное, что вы не сделали, а должны были бы, по идее, сделать, вам нужно было настроиться. Настроиться, да. Вот просто, несмотря на то, что мы сейчас здесь, мы вас ждем, все, абстрагироваться, как будто бы нет никого. И вам нужно вот настроиться так. Мне вначале, вначале, мне холодно, да, мне не жарко, мне холодно. И что будет с телом происходить, если вам сейчас холодно? Сжиматься немножко. Если вы здесь бродите уже два часа, вы уже вот так, вот уже, ну, не знаю, вы будете так? Вот, у вас уже дрожь по всему телу. Да, дрожи. Потому что вот вы осенью, а вы в майке. Вот вы вот так и есть, вот вы в майке. То есть вы уже окалели. Вот так вся на него. Вас вот так вот уже просто трясет изо всех сил. То есть вы уже, вот, у нас уже дело вот такое просто разбалансированное все. И по идее, вот, если вы тем более ничего не видите, что мы делаем, когда у нас темнота? Рука смеет. Все, вот, мы идем вот так, мы идем вот, и при этом вас колбасит. Дальше. Прежде чем наступить на всякий случай, да, мы не знаем куда, что, как, чего. Или мы как-то прощу, ну, что-то мы, мы не можем, вдруг там болото или яма. Вот, то есть настройка. Будем, да, попробуйте вот настроиться, взять вот это предлагаемое обстоятельство. Жень, подождите, куда вы смотрите? Смотрю, пытаюсь смотреть куда-нибудь, типа под ноги. Вы ничего не видите. Вы ничего не видите все равно. Нету. Еще раз. Вообразите себе это. Погрузите себя в это предлагаемое обстоятельство. Без опыта вот трудно представить. Я, например, трудно. Мы сейчас будем что, говорит, почему, не почему мы не можем? Нет. Можно закрыть глаза даже, чтобы понять, что можно? Конечно, конечно, попробуйте. Полное погружение. Ура. Болки рядом. Болки рядом сап companion слышать. А-а-а-ах. Но сейчас было гораздо лучше, правда? Просто сразу была большая очень разница Большое спасибо Кто следующий будет ночью в лесу блуждать? Давайте сейчас еще один раз поблуждаем А потом будет следующее у нас тоже по месту действия Так, Александр Евгеньевич, ночью в лесу А это очень правильно, конечно Чтобы нигде не поддувало Это абсолютно точно, да Это от клещей Нет, это просто, чтобы еще не... Нет, туда тоже сквозит, вы же не знаете Мне уже холодно А если вы смотрите, как интересно Вот если сейчас Александру Евгеньевичу станет холодно Нам тоже станет холодно Да Да вы что, да Это... Вот так оно работает Да, да Вот нам вообще не смешно Ну, примерно так Когда актер Вообще любой человек Вот выходит, да Есть момент стеснения И зритель всегда его чувствует Это предательский момент Да, да Вот очень предательский Потом уже там спустя там минуту-две Все, уже как-то ты выпрямляешься Уже чувствуешь все Но вот этот первый минут Особенно если человек по природе застенчив Ему всегда гораздо сложнее Вот преодолевать Вот это, да Вот сейчас Александр Евгеньевич Наверное, скорее всего По своей природе застенчивый человек, да Есть? Я вообще не могу проявлять эмоции Я робот такой Ну, в общем Вот сейчас мы почувствовали Вот этот момент Что я вам тут показываю Но я еще немножко стесняюсь этого Актер должен про это забыть То есть он как бы не должен стесняться По крайней мере, его тело Ну, не должно Иначе опять это сразу Играшки называется То есть не верю Следующий раздел Ой, не раздел А следующее упражнение По месту действия В разделе Я предлагаемое обстоятельство Я просто ночью сегодня написала Давайте мы сейчас с вами попробуем Перейти дорогу на красный свет Вот вы торопитесь Стоит огромная пробка Нет, давайте пусть будет не пробка Просто вы торопитесь А до перехода До светофора И, в общем, далеко где-то И вот эти машины Вам нужно перебежать Ну, давайте То есть вам нужно перебежать дорогу Давайте мы сразу только определимся Где она Чтобы вы это понимали Давайте, да Вот она прямо вот здесь начинается И, допустим, к примеру Она вот здесь заканчивается Дайте две полосы Вот одна полоса Нет, нет, нет Вот здесь Иначе у вас не будет У нас помещение маленькое Обязательно это беззвучное Нет То есть совершенно вольное Ну, вы все, что хотите Ваша задача убедить зрителя Что это Такая вот Активное шоссе Такая Небольшая дорога Ну, вы сейчас просто Встали посередине Бежать, не бежать дальше Что-то я не пойму Мы же договорились Что вот Она здесь заканчивается То есть Нет, я Свощем Держи Держи Полосы Держи Да Я пойду Я знаю, что там Ну, хорошо Еще раз Вот тут она начинается Да Вот тут она заканчивается Ну, пусть это будет Одна полоса Потому что две Ну, тут Досторонние движения Да Ну, пусть это будет Односторонние Да Но тут маленькая комната И вот они идут сплошняком На большой скорости Нет, вы уже Посмотрите Вот тут она уже Это вы уже зашли Я когда-то торопилась Я чуть-чуть на дорогу Вот так могу Ну, она вас уже два раза Так сказать Сбила Не надо Хорошо Кто будет стягать через дорогу? Давайте Вот Браво Почему мы сейчас Больше поверили Да Мы же сейчас Вот это было явно Вот мы сейчас почти Увидели эту дорогу Почему? Суеда Да Да Потому что вы Сымитировали Очень верно Вот эти движения Да, да Нет, нет, нет Все-таки нет Вы сейчас были Очень как бы Точны в этой эмоции Вот Совершенно замечательно Я почти поверила Что это вот И была та самая дорога Я считаю, что это было Прямо блестяще Идем дальше Следующее упражнение Вот третье У нас приведет По три упражнения Я так себе Наметила То, что я с ним Проговорила Про этого гаишника Ну, вот представьте Что вы сидите В своей машине Вот И вас остановил Гаишник Вот он только остановил Кто следует Кто, кто Да Давайте Вот он только вас остановил А вы реально Только что Две минуты назад Проехали Две сплошных Две сплошных Вы Потому что вы Потому что там Как бы никогда Не было камеры И вы всегда Это делали Как и все люди В вашем районе Ну, ничего страшного Камеры нет Дорога неудобная Как обычно Вы проехали И тут Он вас из-за угла Так, все Раз, два, три Вы делаете Вот сейчас Пока он вас Только остановил Его машина Чуть-чуть там Да Он как поправит Ура Шкуремень Поправляет Думаю Сейчас это Вот Я жду Улыбаюсь Всего жду Угу Угу У вас праворульная У меня праворульная Да Ну это Хорошо Вы уже С этой стороны Так Уже так Мысленно подготовилась Я жду Улыбаюсь Такой С неминным взглядом Работает Вы будете врать Ему Про опоздание На какую-нибудь ракету Я не знаю Честно говоря Я если я говорю Виновата Но очень трогаю Спросите, пожалуйста Ну Отсутствует Несколько моментов Во-первых Гражданин Горишник Он обязательно Спросит документы В любом случае Их надо Сразу искать Они всегда рядом Они всегда рядом Так вот Надо их сразу доставать Где Мы не увидели Где они у вас Вы тут Там В сумке Причем Это должно Происходить Довольно суетливо Потому что Чаще всего Ты Все Ты понимаешь Что ты уже нарушил В эту секунду Ты забываешь Где у тебя Вообще Что Вот Если бы Вы ничего Не нарушили Вы бы Сидели Спокойно И ждали И нам Было бы Неинтересно Тоже смотреть Но мы Специально Обостряем Да Понимаешь Что все Это лишение Вы не можете Лишиться У вас Пятеро детей Которые В 5 разных школ Я закончила Жду гаишника Жду гаишника Жду гаишника Жду гаишника Вот видите Сейчас мы Мы не поняли Вы виноваты Или вы не виноваты То есть Зритель по вашему лицу Должен понять Что вы сейчас Сделаете То есть Какой у вас Процесс Вообще Внутри идет Грубо говоря Ваша мысль Должна у вас Тут отражаться Помните Мы говорили Настроиться Настроиться Надо Прямо Закройте На несколько секунд Глаза Погрузитесь В это Я вот Руля не увидел Я вообще В машине Не увидел И так Вы в машине Вы за рулем Вы пересекли Две сплошные Он вас Затормозил Вы на скорости 90 Резко затормозили Съехали на боковую И Нет Он еще не подошел Вы сейчас Играете так Как будто бы Скорость У вас 10 На самом деле Прошло всего лишь 10 секунд 10 секунд Вы только приходите В чувство Вы не торопитесь Вы успеете прожить Каждую из этих секунд И вот подождите Он к вам не подойдет Сейчас В этом этюде Он не подойдет Вы не будете С ним разговаривать Нам важен Только вот этот момент Вашего осмысления Что произошло И что вам теперь делать Потому что сейчас Он заберет права А вас И 5 детей Вы на чем Вы будете забирать Из школы И вы вообще Торопитесь Потому что Сегодня у второго ребенка Еще концерт В музыкальной школе То есть это Это просто Вот у вас Трэш Материнский Потеряли руль Тут же Вот Руль у вас Вот такой То такой Все Вы уже встали Уже бросьте руль Это нужно На памяти Метерских действий Отрабатывать Так У нас здесь нету Зачем вы нам Объясняете А что вы Вы так по телефону Обычно разговариваете Я звоню и говорю Что попало Что Так Вы Вы не Понимаете Вы сейчас Что вы делаете Тихо Это что Мы 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 Хотим Чтобы вы Сейчас Почувствовали себя В этой ситуации Ну так Сделайте нам Это Зачем Что вы А вы Сейчас Притворяетесь Привет Слушай Попал В ситуацию Нарушен Правила Железко Нарушен Да Поможешь Сейчас Подойдите Так Хорошо Спасибо Тогда Передам Лодочку Сейчас Четыре Ну в принципе У меня Все хорошо У меня нет Ни пятерых детей Ни у кого нет Концерта Музыкальной школе Я не опаздываю В принципе Я такая Очень милая женщина Приятная во всех отношениях Ты поможешь мне Дорогой Ну вот Вы не испугались Раз Да Вы не боитесь Гаишника Вы ничего не нарушили И вы абсолютно Бесстрашны Вы никуда Не опаздываете Да Что происходит В момент Стрессовой ситуации Меняется внутренний темп ритма Да Мы из привычного ритма Мы совершенно Тремоло внутреннее Да И Обычно голос Немножко громче получается Попробуй Да Давайте Давайте Из-за ролика Да Пожалуйста Погрузитесь Вот Вы нарушили На самом деле Нарушили И вы знали Что там никогда Не висело камеры Раз Два Три Все И застеснялись. Ну, есть немного, да, стесняли есть. Так, ну ладно, хорошо. Ну, лучше, да, сейчас было уже, да. Нам нужно прямо уже бежать дальше. Следующий у нас будет раздел, в большом разделе «Я в предлагаемых обстоятельствах» – «Время действия». Кто хочет встретить рассвет? Да, вот вы только что проснулись, время полчетвертого. Да, вот, и представим себе, что, к примеру, вот здесь вот у вас окно. Вот окно. А чего остановились-то? Опять у вас монтаж, что солнце взошло уже. Так, чего не хватило? Разденуться, зимнуть. Зим, да, зима. Чашечки кофе. Ну, прежде всего, ваше тело очень напряжено. Это же утро. Вы еще вообще, вот вы… Сонно. Да, вот. У вас все, вот, у вас все вот такое вялое, ватное. И вы так можете смотреть на это сонно. Вы спите, оно работает. Ну, то есть здесь вот не хватило степени погружения в предлагаемые обстоятельства. Будете еще пробовать? Давай, пробуем. Здесь никого нет. Нас здесь нет. Так. Спасибо. 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 Вы всегда аплодируете, когда солнце всходит. Вы когда дома, вы прикрываете рот рукой, когда зеваете, всегда, чтобы никто не видел. Мало ли там таракан увидит. Муха подглядит и скажет, какая невоспитанная. Рот не закрывает это. Чего не хватило кому? Смотреть в одну точку, когда рассвет, смотришь на все небо, на вот этот горизонт. Такое ощущение было, что смотрит на один объект, на какого-то человека. Да, то есть все правильно. Мы сейчас не ощутили этого утра, потому что вы все-таки не расслабились. Мы не ощутили этого простора, которого видите в окно. Но мы не поняли, там есть облака или нет, есть ли там птицы, они же тоже поют. То есть, когда вы погружаетесь, и когда вы реально в своем воображении это все видите, чувствуете, слышите, то и зритель. Это вот это и есть то самое невербальное общение. Поэтому один актер играет, и ты ему тут же веришь, и ты просто понимаешь, как у него там. Потому что это передается. Мысль материальная. И очень бы хотелось, чтобы мы поняли вот это вот ваше преображение, когда вы видите это солнце. И вот оно же вначале только показывается, небо розовое. А потом, когда оно возникает, и все, вы уже не можете на него смотреть. Вы хотите, но оно уже ярким становится. Там радость такая, когда его нет, и когда оно появляется. Это да, это вот радость всегда. То есть, ее невозможность держать. Какой-то прилив невероятный. Вы встречали рассветы сами? Ну да, иногда утром, если собираешься. Ну, вот есть же это вот чувство, вот этого волшебства. То, что вы начинаете на украине зарождать. Да, да, да. На ваших глазах, и вы свидетели этому. А сегодня, представьте, на рассвете радуга была. Был небольшой дождик, прям несколько минут, и на полнеба была огромная такая радуга. Потрясающе. Фотографировали? Нет, я без этого не помешала. Но с другой стороны... Да, 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 не было бы. Большое спасибо. Бежим дальше. У нас время осталось немного. Следующий у нас рассвет встретили. Теперь очень смешное будет у нас такое упражнение. Захлопнулась дверь в квартиру. Сейчас зима. Ну, не знаю, там пошли мусор выносить. Захлопнулась дверь. Все. И вот вы тут вдруг оказались. Телефона у вас нет. Ну вот вообразим себе, кто испытуемый. Кто хочет. И давайте договоримся сразу. Идеально не получится ни у кого. Это невозможно. Потому что мы только пробуем. Ошибаться будут все. Это нормально. Если вы не ошибетесь, тогда вам нечего здесь делать. Нужно идти играть на сцену. А если вы здесь, значит мы мучимся. Да? Значит, вообразимся, что вот это дверь. Вот. Вот эта полосочка, это дверь. А можно вот это будет с ней в ровне? А мы будем по вашей спине понимать, что вы вот как? Мы же должны видеть ваше лицо. Вот это моя квартира и там вот это. Да, вот ваша. Ну, допустим, это пусть будет не квартира, а частный дом. То есть вы на улице. И дверь захлопнулась. И зима. А вы просто выбежали там, да, вот пакет мусорный выбросить. И она захлопнулась. Сначала я. Настроитесь. Угу. Можно я сначала выберу из двери, мне так будет удобнее. Из дома? Нет. Я сразу... Ну, а куда вы пойдете мусор выносить? Тут стена. Я уже на улице. У нас коротенький фрагмент. Да. Раз, два, три. Потом. Потом. Та. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, да, что вот если ваша дверь захлопнется, то и вот, все. А сейчас вы ее изучали. То есть это не ваш дом? Вы не к себе домой идете? Я думаю, что все-таки сработает. Каким образом, если она захлопнулась? Как она? Передумает? Я думал, что она куда-то ломится и пытается... То есть вы сейчас изучали эту дверь, изучали ее возможности вскрытия. Но если это ваша дверь, то вы ее знаете, и вы уже не будете изучать. И вот нас в этом, да, вот в этом этюде мы сейчас как раз плавно подходим к следующему разделу. Называется оценка факта. То есть это когда вот мы живем, 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 потом происходит некое событие, которое на 180 градусов вас переворачивает. По сути говоря, сейчас в одном упражнении было два. Да, потому что вы вначале шли, но вам не было холодно, не было никакой зимы. Ну, вы могли еще снег какой-то нам тут устроить, к примеру. Нам было бы интересно. И вот сейчас, да, вот нужно было оценить весь ужас произошедшего. А это бесполезняк, чувство, как шоу с ней сделаете. Что такое дверь и кто такая вы? Ну, то есть силы не равны. Холодно, не знаю, вы куда-то торопитесь, ну, что-то, да, дела какие-то. Может быть, там телефон звонит, онлайн-конференция, все что угодно. И все. И вы не можете никому позвонить. То есть вот это оценка факта. Спасибо большое. Второй раздел. Второй раздел системы, вот той системы Станиславского показателя. Который обучают в, допустим, Щукинском институте. Они могут меняться. Но вот он, в общем-то, такой логичный. То есть вначале мы, у нас ощущение, а потом оценка факта. То есть уже какое-то действие небольшое начинается. Вот следующее упражнение у нас будет на оценку факта, вот из этого же раздела. Вы идете по полю, не знаю, по лесу, по полю, днем, не важно. И у вас ручеек такой, ну, достаточно широкий, допустим, пусть будет. И вы попадаете в него ногой, а он оказывается ледяным. Вы не ожидали, почему такой холодный. Ну, бывает же такое, да, какое-нибудь там внутреннее течение. Вот оно ледяное. А вы думали, что оно не ледяное. Кто попробует сейчас нам продемонстрировать ледяной ручей? Браво! Ну, так, да, вот так оно и бывает. Кто еще хочет в ледяной ручей окунуться? Ну, я окунусь. Может, может, сейчас машина получится? Давайте. Ну, да, приблизительно, да, да, спасибо. А вот сейчас вообразим себе, что вы сидите, не знаю, там, держите ребенка на руках, а по вашему лицу ползает муха. Это очень щекотно. Кто? То есть ребенок только заснул, вы не можете вот, ну, ничего с ним сделать, да, все, он спит. Все, прилетела муха. И давай гулять по вашему лицу. Как по лугу. Нет, забудьте о ребенке. Все, ребенок спит. Вы, наоборот, вот просто затаились, чтобы он не шелохнулся. Две мухи. Ну, дерзите головой, чтобы прогнать. Вам щекотно очень. И вы сделать ничего не можете. Вот кто это предложил? Кто? Вы предложили? Уходную литературу. Зачем нам делать этот этюд, если мы можем освободить руку и прогнать муху? Да, я вот пока, я вижу, что вы ее отгоняете, а она все равно к вам пристает. Попробуйте еще чуть-чуть. Вам щекотно. Вы ничего не можете сделать. А муха вас пытает. Попробуйте ощутить. Вот забудьте, нас здесь нет. Ваша задача ощутить вот щекотку, почувствуйте ее. Ведь самая прелесть вот всего того, что мы делаем, это действительно это почувствовать. Иначе нет смысла. Не надо нам ничего показывать. Вот это не имеет никакого сейчас значения. Сами почувствуйте эту муху. Ну, да, сейчас лучше было. Увидели муху чуть-чуть? Да. Спасибо. И вот, да, совсем у нас прям мало времени. Тогда мы пропустим вот следующее упражнение этого раздела и перейдем сразу к примеру, продолжая оценку факта. Вы сидите в телефоне. Сидите, сидите в соцсетях. У вас тут какие-то там беседы, дебаты, баталии, все что угодно. И вдруг видите, где тут, ну, вот время, тут даже, вот-вот, вот-вот время. Что вы так увлеклись, что вы опаздываете на самолет. Вы полчаса, как должны уже ехать в такси. Вот нас интересует именно вот этот момент, вот момент перехода. То есть, вначале сидите, жизнь прекрасна, да, у вас тут все интересно. И потом ваш взгляд падает на часы, и дальше нам интересно, что вы сделаете. То есть, цель этого упражнения – оценить факт так, чтобы зритель поверил, что с вами случилось. Здесь, опять-таки, очень важно абстрагироваться от того, что мы сейчас находимся здесь. Вам нужно это прочувствовать. Кто хочет попробовать? Только по чесноку давайте, да, то есть нас здесь нет. Да, вот вам телефон. Это не по ФД, не надо, потому что мы опять увидим, что у вас его нет в руках, и не поверим. Все, вот у вас телефон. Я выкинуть его хотела. Я его выкинуть хотела. Выкинуть? Пока что он снимает. Я так сомневаюсь. Вы будете выбрасывать свой телефон? Нет, от ужаса. Подождите, вот вы сейчас идете от головы. Зачем? Вы не режиссируете. Вот цель упражнения – не поставить спектакль. Цель упражнения – почувствовать. Вы никогда не выбросите свой телефон, он вам еще пригодится. Это невозможно. Это такой жест от головы. Вы не выбросите его на самом деле. Но я брошу его на диван, по крайней мере, побегу. У вас сейчас нет дивана, вы сидите на стуле. Нет. Опять вы себе все срежиссировали. Как вы это нам покажете? Нас здесь нет. Нас здесь нет. Вы сидите одна. У вас сейчас там, не знаю что, придумайте что, с кем вы там, в каких соцсетях, с какими людьми вы сцепились. До такой степени, что забыли про самолет. И, и, А что вы остановились-то? Я уведу. Потому что следующий этап у нас не телефон. Задача упражнения – прожить до, оценить и после. А после? А вы взяли и остановились. Вот нам же интересно, это ваша оценка факта. Упражнение так и называется. Упражнение на оценку факта. Что вы сделаете дальше? Но только вы не взяли предлагаемые обстоятельства. Вы опять нам стали играть и показывать. Не режиссируйте ничего. Погрузитесь вот в свою жизнь. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Да. Да. Почему я говорю, что актер это прежде всего человек, который постоянно работает над развитием своего воображения. Это очень важно. Если вы в мельчайших подробностях не вообразите себе вот эти предлагаемые обстоятельства, вы не сможете в них погрузиться. Если вы в них не погружены, зрители этого не увидят. Поэтому, когда мы смотрим какой-то фильм, один играет правдоподобно, а другой как бы неправдоподобно. И это всегда очень чувствуется. Чем глубже человек погружен, даже вот неважно, как вы говорите, робот, не робот, абсолютно не имеет значения. Есть актеры, которые вот очень сухо играют, а мы все равно вот все это понимаем. Потому что это его особенность, и зритель всегда ее принимает. Потому что зритель всегда априори хочет довериться, хочет поверить. То есть зритель всегда открыт изначально. И даже если у человека вот сухие средства выразительности, все равно мы к этому очень быстро привыкаем, адаптируемся, и уже все равно нам интересно посмотреть, что у него там с ресницами, со зрачками происходит. Мы быстро ловим новые правила игры, как зрители. Вот вообразим себе, что мы вот этюд на оценку факта уже прошли. А в действительности вот этими упражнениями студенты занимаются, ну как бы не соврать, но месяца три, наверное. То есть весь первый курс, это вот каждый день идут вот эти этюды. Когда это идет в таком общем потоке, конечно же, никто не стесняется. Потому что наша задача научиться чувствовать, то есть пробудить свое тело, да, расшевелить чувствилку. Вот этот наш аппарат его разработать. И поэтому, если студент обучаемый не разработал себе эту чувствилку, дальше ему будет сложно. Потому что дальше, следующий раздел, это уже пока работа не с партнером, но следующий раздел называется работа над образом. Это когда это уже не вы, то есть я в предлагаемых, мы уже изучили. Вы изучили себя, ваши реакции. Задача обучаемого в этом разделе себя изучить. Кто-то, каждый человек на любое событие будет реагировать по-своему. У кого-то тот же самый рассвет будет вызывать вот такую улыбку и восторг, а у кого-то он будет смотреть на солнце, к примеру, и понимать, что, не знаю там, а нужно сегодня еще сделать вот это, вот это, вот это и вот это, а солнце при этом будет сходить. Разные у всех реакции. И вот раздел, который мы сейчас попробуем с вами тоже изучить, работа над образом, предполагает, что вы начинаете медленно входить в шкуру другого человека. То есть надевать на себя его характер. Давайте возьмем любого персонажа, который мы все знаем, какого-то литературного произведения. Вот давайте только решим, это будет сейчас у нас мужчина или женщина пробовать. Тогда мы возьмем либо мужского персонажа, либо женского. Кто хочет попробовать? Давайте, давайте мы возьмем Андрея Балконского. Мы же помним, кто такой Андрей Балконский? Я не помню. Не помню, боже мой. Ну, какие у вас фильмы любимые? Штирлиц. 17. Прекрасно. Пусть будет Штирлиц. Вот у вас сейчас, вот вы сейчас вот этот вот… Я забыла, как его зовут Штирлиц. Исай. Нет, нет, нет. Как его зовут? Его фамилия Штирлиц, а зовут его немецкое имя-то у него какое. Мы его все знаем как Штирлиц, да? Может быть, у него и не было, я даже не знаю. То есть в фильме оно вообще звучало лентно. Сейчас это неважно. Допустим, вот вы, вот этот Штирлиц, и вы сейчас как раз вот сидите на приеме у Мюллера, вот, и в вашей папке, вот у вас тут такая небольшая папка в руках, и в вашей папке как раз документы Кальтербрунера. Вот этого Кальтербрунера, а Мюллер не должен их, естественно… А Мюллер – ищейка. И он может поинтересоваться, что у вас в папке. А это компромат какой-то, да? То есть категорически нельзя, нужно это скрыть. Вот вы сидите, это секретариат, то есть ходят люди. Самый сложный папка. Мы, да, и мы сейчас вас не отвлекаем. Угу. 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 Ставцure. Ну, был вот этот момент, да, когда вы все равно были не Штирлицем, и вы были не в приемной. Вот, то есть вот эта степень погружения, это если мы прошли хорошо, вот прям хорошенько проработали я в предлагаемых, тогда вам вот в этих этюдах уже будет легче, вы быстро погрузитесь и в историческую среду, и вот эти обстоятельства. Замечательно, что вы его туда положили, то есть вы нашли этот выход. И у вас были вот моменты, когда я действительно верила, что у вас прям дело швах. То есть вот этот страх, он у вас был, но потом вы сами его срезали, потому что вы стали «М-м-м-м, Штирлиц, что с вами?» Ну вот, то есть застеснялись опять. Нельзя. Но это нормально, потому что сразу длительно выдержать себя вот в этих предлагаемых обстоятельствах невозможно. Все равно мы пунктируем, идем к этому. Это как медитация. Кто экспериментировал, тот знает, да, что вот это состояние безмыслия вначале добиться очень сложно. Одна-две секунды, потом они потихонечку прибавляются. И это прям дорого. Вы стоите 10 секунд безмыслия. Боже мой, я победитель. 10 секунд. Здесь такая же тема. То есть очень сложно как бы выдержать вот это. Вот после «Я в предлагаемых», после того, как мы научились все это чувствовать, все вот эти разделы, после того, как мы взяли какое-нибудь литературное произведение и поиграли этюды из жизни того или другого литературного персонажа. Причем этих этюдов можно сыграть несколько. Ну вот там, к примеру, вот у нас Наташа Ростова. Как она просыпается, как она ест, как она одевается, как она гуляет, как она нюхает цветы. То есть нам важно себе это представить и это разыграть. Это не я, это Наташа. Вот она, вот в своих предлагаемых обстоятельствах, как она это делает, как она читает письма, как она, к примеру, может реагировать на ругань, не знаю, там, какого-то обслуживающего персонала. Какая будет ее реакция? Не ваша, ее реакция. Вот таким образом, разыгрывая ненаписанные сюжеты, то есть этих сюжетов нет в пьесе или в романе, вы их себе представляете бытовые сюжеты, но их делает уже конкретный герой. И вот так потихонечку-потихонечку вы учитесь на себя надевать вот эту шкуру другого человека. Так так же можно в будущем программе? Можно задать вопрос? А может же, допустим, вот та же Наташа, допустим, быть не в том, в котором она была в романе, а в другом измерении времени? Зачем? А, то есть в том же время? Вот понимаете, у современных людей абсолютно свихнутый мозг. Нет, я просто... Делают абсолютно необоснованные и ненужные вещи. Они не нужны. Наташа Ростова, если она окажется в другом времени, это будет уже не тот персонаж, потому что Наташу Ростова сформировали те традиции, которые были в то время, тот уклад жизни с определенным медленным течением времени, который был тогда. Не было машин, были лошади. Это все меняет, не было телефонов. Но у людей работала телепатия. Совсем все по-другому, не говоря уже об одежде. Они не ходили в брюках и кедах. Это были одежды, за которыми нужно было следить. Это всегда были дорогие одежды. Их нужно было беречь. Не было стиральных машин и так далее, и так далее. Наташа Ростова, оказавшись в другом времени, будет уже не Наташей Ростовой. Да, она, конечно, сохранит в себе свои внутренние качества. Но вы, как актер, уже... Зачем вам ее туда погружать? В этом нет смысла никакого. Возьмите другого персонажа, какого-то космического. Но, опять-таки, он не нужен. Это ни к чему, абсолютно. А нам, вот нам интересно изучить, если мы актеры, да, и мы учимся, нам интересно изучить, что же было реального, а не придуманного. Играть космических персонажей неинтересно. Это от головы идет. В этом ничего нет, это нельзя пощупать и потрогать. Этого не было. А вот вы сыграете реального человека, и так, чтобы мы поверили, что с ним это происходит, вот это мастерство. И вот после того, как студенты вот таким образом с помощью этюдов погружаются в уже предлагаемые обстоятельства этих героев, только после этого можно приступать к изучению текста и конкретному отрывку, либо там спектаклю. Опять-таки, как люди могут читать те или иные слова, да? Я прочитаю это с одной интонацией, мой герой может прочитать совершенно с другой интонацией, потому что для меня, допустим, это будет не, ну, что-то незначительное, а для него значительное. Вот. Это тоже очень-очень важные вещи. Сейчас я пытаюсь что-нибудь... Ну, вот, допустим, как... А, вот конкретный текст про Гретту Тунберг. Вообразим себе, что это человек из XIX века. Как он прочтет эту статью? Кто хочет? Я в XIX веке помню, кто-то читал. Подождите, пока не смотрите. Вы присаживайтесь на текст, пока не смотрите. Давайте придумаем, кто... Кого бы мы знали? Кто это? Шерлок Холмс? Шерлок Холмс? Это, ну, можно Шерлок... Ну, опять-таки, Шерлок Холмс. В исполнении кого? Все Шерлоки Холмсы, все разные. Наш Шерлок Холмс очень добрый, очень обаятельный, семейный человек и так далее. Я веду семейный человек, потому что воспитанный на традиционных ценностях. А британский Шерлок Холмс абсолютно индивидуалист, ему ничего не нужно. Давайте сам Пушкин, как Пушкин, прочел бы эту статью, Александр Сергеевич? Давайте. Александр Сергеевич Пушкин читает статью. Ну, можно вслух, да. Группа шведских активистов призывает расследовать связи Греты Тумбек с российской НКО, которая спонсировалась Министерством иностранных дел РФ. Деятельность Греты Тумбек по пропаганде БММ возвестили пример к падению инвестиций традиционных источников энергии. В результате отрасль отказалась непроинвестированно. Из-за этого компании не могут быстро навестить объем добычи энергоресурсов. Спасибо. Увидели Пушкина? Моё место я не видел. Кто не увидел, почему? Очень неэмоционально. Мы не знаем, Пушкин эмоционировал или нет. Мы не знаем, каким он был. Чего не было самого главного? Я думаю, изумление от информации, потому что мы не знакомы с этим. Вы не погрузились в 19 век? С терминами, точно. Даже если Грета Тумберг, а ты имя собственное, фиг с ней. А что такое БЛМ? Чего? Ну, то есть, опять, мы должны погрузиться в предлагаемые обстоятельства. Вы думаете так, Пушкин, лобик морщил или что? Позвольте, господа. Тут написано, что группа шведских активистов призывает расследовать связи Греты Тумберг с российской НКО, Которая спонсировалась Министерством иностранных дел РФ. Кто ему знает, что такое РФ? Деятельность Греты Тумберг по пропаганде ЕСГ повестки привела к падению инвестиций. Вообще, что за бред? Традиционных источников энергии. В результате отрасль оказалась недоинвестированной. Из-за этого компании не могут быстро нарастить объем добычи энергоресурсов. Если связь Греты с Россией правдой, то кто-то у нас умеет думать на три шага вперед. Ну ладно, извините. Сейчас, сейчас, что вы видели, Александра Сергеевича, или статью слушали? Вначале прям вообще, ну, похоже очень. Изумлением вот это все. Что не он как бы не понимал, что такое. Нет, Пушкин пропал. Вначале было. Вот, когда мы играем исторических персонажей, велика вероятность опять начать что-то делать от ума. То есть, по нашему представлению, это было... Вот мы так думаем, что оно так было. Или же мы начинаем копировать актеров, которые играли в исторических фильмах. Их там повадки, да, вот манеры. А здесь желательно никого не копировать. Ведь зрителю важно удивить. То есть, делать что-то, что он еще нигде не видел. Иначе, ну как, это будет неинтересно. Себя вам сейчас придумать, если творите программу себе? Ну нет, конечно же. Сейчас такой этюд сыграть практически невозможно. У нас нет времени, да, чтобы сосредоточиться. Вот, то есть, по-хорошему нужно было бы полистать картины. Да, да, да. Представить себе, какую одежду они носили. И, соответственно, как ты будешь двигаться в этой одежде. Вот почему сейчас беда современного нашего поколения у девочек. Большая беда. Они все ходят в брюках. Увидеть девочку в юбке, школьницу, практически невозможно. А что это такое? Если девочка ходит в брюках, что происходит с ее телом? Она постепенно покурала. Она, ты же в брюках закрыт везде, да? Значит, ты можешь задрать ногу, да? И, соответственно, у тебя вот этой пластики женской нету. Девочка в брюках, до свидания, женственность. И таким образом мы все видим вот уже этих эмансипированных женщин, да, которые, в общем-то, по повадкам иногда даже от мужчин не отличаются. Платье дает тебе как раз, ты уже ножки поставишь более аккуратно, да? Ну, чтобы это было красиво, это все видно. Конечно. То есть это все очень-очень взаимосвязано. А уж исторический костюм, конечно, он будет диктовать. Помните, вот эти кринолины носили, это пачки, это совсем все тоже совершенно другие движения ты будешь делать. Если ты не можешь, допустим, поднять руки. У тебя такое декольте, и вот так ты можешь только протянуть руку для поцелуя, да? Ты не можешь вот так сделать? У тебя нет такой возможности. Вот. А если голова чешется, ну, то ты можешь даже дотянуться до нее. Что еще? Вот есть какие-то замечания по Александру Сергеевичу Пушкину, который читал современную статью? Ну, он, наверное, бы не продвинулся, может быть, так далеко, может быть, слишком много непонятных слов. И он бы застрял на обсуждении этого, призвал бы кого-то, или стал бы сам размышлять, откуда это все, что бы ты могла знать. Ну, вообще, это упражнение очень сложное, конечно же. Потому что здесь очень-очень-очень много таких вот составляющих элементов. Я согласна с тем, что, конечно, он бы пытался своим путливым умом понять, что у них там, это про что. Это инопланетяне, это кто, какие энергетические ресурсы, что. У нас энергетические ресурсы, вот, что, земли много. То есть здесь очень-очень сложная вот эта задача. Здесь нужно быть таким человеком, в том числе и грамотным, и хорошо знать историю, для того, чтобы, да, играть исторических героев. Не понимая истории, не понимая того времени, ты не можешь это передать. Это, ну, просто невозможно. Вот поэтому я предлагаю Александру Евгеньевичу поаплодировать. И вот сейчас, насколько я понимаю, мы уже закончили, да, по времени. Скажите, пожалуйста, ваши ощущения от системы Станиславского. Вы получили сегодня об этом представление? Не то слово. Вот, я помню, однажды я ехала, значит, в электричке, когда училась. И молодой человек, значит, стал клеиться. И, значит, я ему сказала, что я вот учусь в театральной вузе. Что с ним стало, начало происходить? Он говорит, значит, чему вас там могут учить? Это же так просто. Что там, выучил текст, выходи, рассказывай, играй. То есть он, я его так слушала, что насколько же вот для людей загадка, из чего состоит обучение в театральных вузах. И вот на сегодняшний день мы уже с вами видим, что, казалось бы, система Станиславского, это термин, он у всех на слуху. А что это такое? Из чего она состоит? Люди этого не знают, не понимают. Вот сегодня мы немножечко приоткрыли, да, вот эту завесу. И теперь вы можете сами судить, что это искусство, оно очень сложное. Ты должен позволить себе вот эту откровенность. Если ты ее не позволяешь, ты не сможешь играть. Поэтому актеры всегда очень открытые, у них очень подвижная нервная система. Если они не будут такими, они не смогут играть. Их аппарат должен быть всегда подвижным, всегда на все отзываться, потому что их задача, да, показывать, транслировать. Ну, как вы уже сами сказали, наша театральная школа подразумевает школу переживания. Ибо сейчас я вам показала, как, что такое входит в понятие переживания. Это, конечно же, не значит, что если какая-то актриса играет проститутку, она должна стать проституткой для того, чтобы понять, что это. Это бред. Или, как говорила Раневская, если я играю слепую, это не значит, что я должна упасть в оркестровую яму. Для этого есть воображение. Его тоже необходимо развивать. КОНЕЦ